Всем привет! Меня зовут Сева Бойко, вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было?». В нем мы рассказываем о российском вторжении в Украину и его последствиях. Одно из этих последствий — репрессии против противников войны в России. И вот в Екатеринбурге вчера задержали Евгения Ройзмана. Он один из последних российских оппозиционных политиков, которые не уезжали из страны, открыто выступали против войны и оставались на свободе. Но вот сегодня, пока мы записываем этот подкаст, суд в Екатеринбурге избирает Ройзману меру пресечения. Поговорим о нем с корреспондентом Би-Би-Си Елизаветой Фохт. Низа, привет! Привет! Давай для начала дадим краткую характеристику Ройзману. Кто он вообще такой в нескольких предложениях? Ну, вот я вчера, когда писала такой обзор биографии Евгения Ройзмана, который можно прочесть сейчас на нашем сайте, мне очень его биография напомнила цитату из «Мстителей», где одного из главных героев, «Железного человека», спрашивают, кто ты без костюма? И он говорит, гений, миллиардер, плейбой, филантроп и так далее. Вот сказать одним словом, кто Евгений Ройзман такой, мне кажется, очень сложно. Он политик, благотворитель, историк, поэт, борец с наркотиками, с общефедеральной известностью, не знаю, спортсмен. Он много-много кто, но, наверное, вот широкой публике последних лет он известен в первую очередь как оппозиционный политик, бывший мэр Екатеринбурга. Я сразу хочу остановиться на спортивной биографии Ройзмана. Несколько лет назад я писал очерк о нем, на русской службе BBC, и участвовал в еженедельной пробежке, которую Ройзман проводил в Екатеринбурге, и будучи мэром, и уже нышившись этих полномочий, точнее, добровольно от них отказавшись. Так вот, пока мы с ним и с другими жителями Екатеринбурга бегали по набережной в центре города, он рассказал мне историю из книжки, которая содержала два правила для начинающих лыжников. В молодости он занимался лыжами. Первое, никогда не переходи на шаг, гласи на заповеди этой книжки. Второе, в подъем ты обязан ускориться. Вот афористичность, это, безусловно, еще одна важная черта Ройзмана, которая роднит его с женезным человеком, при всей ироничности этого сравнения. Факт-факт. Нет, словом, он владеет очень хорошо. Кроме того, если я не ошибаюсь, Ройзман чуть ли не мастер спорта по автоспорту. Он там на каких-то машинах ездит по бездорожью. В общем, человек действительно просто, ну, очень разносторонний. Да, ну, раз уж мы заговорили о его афористичности, мне кажется, стоит сказать, в чем его обвиняют и за что за ним могли прийти, ну, ситуативно. Ну, давай начнем с первой части твоего вопроса, потому что на нее чуть проще ответить. Уголовное дело, которое завели на Ройзмана, оно расследуется по первой части статьи 280.3 УК РФ. Это одна из многочисленных новых статей, которые появились в Уголовном кодексе после вторжения России в Украину. И нужна она для того, чтобы наказывать тех, кто с этим вторжением не согласен. Строго говоря, эта статья наказывает за повторную, так называемую, дискредитацию вооруженных сил России. И наказывает она тех, кто ранее привлекался к аналогичной административной статье. И у Ройзмана такие административные протоколы были. Соответственно, вот они накопились, и на него завели уголовное дело. Эта статья немножко отличается от того, например, что вменяют другому видному оппозиционеру Илье Яшину. Ему вменяют распространение фейков об армии России. Не дискредитации, а фейков. Там статья жестче, наказания больше. Поэтому в этом смысле Евгению Ройзману вменяют относительно мягкую статью. Так можно выразиться. Она, конечно, не мягкая, но мягче, чем некоторые другие из этих новых статей. По нынешним временам. Да. Сам Ройзман вчера говорил, что, судя по всему, причиной для вот этого уголовного дела стала фраза «вторжение России в Украину». Как наши слушатели наверняка помнят, в России то, что сейчас происходит в Украине, официально называется «Специальной военной операцией» или СВО. Мне кажется, этот новояз тоже уже даже прижился. Евгений Ройзман один, наверное, из самых публичных, таких и открытых в интернете оппозиционных политиков, если можно так выразиться. Во-первых, у него буквально 600 тысяч подписчиков в Твиттере. Это поменьше, чем у Алексея Навального, но сильно больше, чем у того же Яшина и многих других оппозиционных политиков. И он известен тем, что обычно в Твиттере он не стесняется. В выражениях регулярно комментирует, оставляет какие-то реплаи к твитам и государственных СМИ, и просто каких-то людей твитов в духе «говна поешь» или там, не знаю, «жопе слова не давали». В общем, вот в таких выражениях он может комментировать какие-то вещи. И, разумеется, в последние месяцы он тоже был в Твиттере очень активен, много говорил как раз про «вторжение России в Украину». Его даже штрафовали по другой статье за то, что он высказал неуважение в адрес цитаты Сергея Лаврова в нецензурном виде, поэтому цитировать мы сейчас не будем. Но вот тем не менее. То есть, пожалуй, вот Ройзман один из тех людей, что если бы нужно, в следствии, привлечь его за какие-то слова, пространство для маневра здесь было бы просто огромное. Раскрою маленький секрет. Вот мы делились нашими любимыми с точки зрения изобретательности, выражениями Евгения Ройзмана, которые он использует в Твиттере. Очевидно, что «говно» — одно из самых любимых его слов. Но вот мне больше всего запомнился его реплай на одну из новостей, в котором он использовал выражение «из говна сметану», подразумевая некую бесплодную попытку, очевидно, кого-то из российских политиков и российских властей представить ситуацию таковой, кой она не является. Я вот смотрела вчера, какие последние твиты он успел отправить перед тем, как полиция со спецназом в масках пришла к нему домой на обыск в 6 утра, все как положено. Вот он успел 23-го прокомментировать новость Интерфакса о том, что Россия в этом году может остаться без Сайра. Словами «Вы бы и в Сахаре без песка остались». Ну, то есть вот эта вот такая злая ирония, которая переходит вот в такой черный юмор, это, да, такой фирменный стиль Евгения Ройзмина. Фразу «выстрел в член» он очень любит. Да, несмотря на то, что кому-то Мексика Евгения Ройзмина может показаться грубоватой, даже когда она звучит из наших уст, нужно было составить представление о том, как он ведет себя в Твиттере и как он набрал эти самые 600 тысяч подписчиков, но все же он ведь не только Твиттер-трон. Все абсолютно так. От многих других оппозиционеров в России Ройзман отличается как раз тем, что у него даже уже в новой путинской России, уже даже вот в последние 10 лет, был некий реальный пост в одном из самых больших российских городов в Екатеринбурге. И он свои политические очки набирал не только, ну, условно, в интернете, если так можно выразиться, а буквально в мэрском кресле, повторюсь, одного из самых больших российских городов. Потому что, ну, риторика власти в последние годы очень часто звучит так. Вот чем в интернете кричать, вы бы лучше пошли и попробовали бы избраться куда-то. Вот Евгений Ройзман, он пошел и смог действительно в борьбе с конкурентом от Единой России выиграть на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году. Тут надо оговориться, что в Екатеринбурге в тот момент было такое, да и сейчас, впрочем, некое двоевластие. Там есть сити-менеджер, который, по сути, решает все хозяйственные вопросы. И вот им Евгений Ройзман не являлся. И есть некий глава города, мэр, который выполняет представительские функции и возглавляет городскую думу. И вот именно в борьбе за этот пост Евгений Ройзман одержал победу. Чем Ройзман занимался, когда он был мэром? Он ведь жаловался на то, что эта должность не дает ему многих полномочий на решение проблем горожан. Да, и он, например, говорил во многих своих интервью, что ему казалось, что даже больше полномочий у него было, когда он работал в четвертом созыве Госдумы. Потому что Евгений Ройзман, он свою политическую карьеру начал не в 2013 году, когда избрался на этот пост, он еще в начале нулевых был помощником губернатора Свердловской области, соответственно. Потом стал депутатом Госдумы. Сам он вообще говорил, что пришел в политику для того, чтобы использовать ее как инструмент для поддержания других своих проектов. В первую очередь фонда «Город без наркотиков», о котором мы, наверное, чуть попозже поговорим. И тем не менее, Евгений Ройзман, конечно, в первую очередь был известен тем, что взял такой курс на полную открытость городской власти. Ну, во-первых, тут, конечно, важно сказать, что вообще оппозиционных мэров у крупных городов часто не бывает. Это довольно редкий случай. То есть сам по себе факт избрания был очень примечательным. Но Евгений Ройзман, когда пришел в мэрию, он убрал снизу пост охраны. Он не стал вешать у себя в кабинете традиционную для чиновников такого уровня фотографию Владимира Путина, но зато у него там был портрет поэта Иосифа Бродского. Евгений Ройзман ввел в оборот в Екатеринбургской мэрии такое еженедельное мероприятие, как личный прием. Все слышали о том, что, да, периодически депутаты, губернаторы ведут личный прием граждан, но Ройзман это делал буквально раз в неделю. Ты на одном из таких приемов побывал, когда писал очерк, о котором ты уже упомянул. Куда могли прийти абсолютно любые жители Екатеринбурга и рассказать ему абсолютно о любых проблемах, от сломавшегося дверного звонка до проблем, не знаю, с долевым строительством. Более того, несмотря на то, что Евгений Ройзман уже не является мэром Екатеринбурга, он продолжает в Екатеринбурге уже в своем благотворительном фонде, о котором мы тоже, наверное, чуть попозже скажем, вести этот личный прием граждан. Повторюсь, к нему на прием может прийти абсолютно любой человек, и это стало, наверное, такой визитной карточкой его, что ли. Да, безусловно. Я хочу сказать, что, казалось бы, это не бигдил, ничего такого. Ну, потратил день в неделю на то, чтобы поговорить с людьми. Но на самом деле, когда я был свидетелем вот этого личного приема, и Ройзман в тот день проводил его с температурой и со сломанной ключицей, я понял, насколько это тяжело. Потому что Ройзман, как любой прагматичный понетик, пытался узнать, чем он может или не может помочь конкретным людям. Починить дверной звонок или составить жалобу в суд. Но большинству из этих людей просто нужно было, чтобы кто-то внимательно выслушал их историю и проявил заботу и участие. И надо сказать, что в тот конкретный день это давалось Ройзману неныхко. И я понял, насколько это тяжело выслушивать бесконечные жалобы и очень печальные истории среднестатистических екатеринбуржцев. В этом смысле поразительно, что даже несмотря на то, что сейчас у него нет никакой публичной должности, ему не нужно собирать голоса избирателей для переизбрания, он, тем не менее, продолжает это делать. И вот те, кто поддерживают Ройзмана, они как раз ему это ставят в заслугу, что он действительно слушает людей не только себя, а еще окружающих, даже если порой ему это делать нелегко. Я хочу поделиться с нашими слушательными еще одним наблюдением. Мы сейчас создаем, желая того и на нее желая, некий образ Ройзмана как очень открытого и эмпатичного политика. Но на самом деле в те дни, когда я с ним общался, мне показалось, что он вовсе не такой экстраверт, как может показаться. Я обратил внимание на такую деталь. Он очень редко смотрел людям в глаза. Да, он, возможно, интеллектуально инвестировал в то, чтобы понять, что с ними происходит. Он вовсе не возражал против того, чтобы улыбнуться на фотографии с кем-то из своих избирателей и поклонников. Но, тем не менее, с точки зрения эмоций, он на этот ресурс, конечно, очень сильно экономил. Ну, Ройзман вообще не очень простой человек, и я согласна, что однозначно позитивной оценки российского общества в широком смысле, что бы этому ни значило, ему не дает. Потому что, как мы уже упомянули, вообще известность Ройзмана в первую очередь связана с Екатеринбургским фондом «Город без наркотиков». Казалось бы, благая цель – борьба с наркотиками. Что может пойти не так? Отношение к этому фонду, в том числе среди людей, которые профессионально занимаются помощью наркопотребителям, пытаются как-то бороться с распространением наркомании, мягко говоря, неоднозначно. Это вообще самый неоднозначный факт биографии Ройзмана. Дело в том, что в этом фонде, несмотря на, наверное, благую цель борьбы с наркотиками, применялись методы, которые, ну, можно прямо назвать незаконными. Людей наркопотребители похищали, их запирали в так называемых реабилитационных центрах, едва ли не приковывали наручниками батареи в тот период, когда они проходили через ломку. Это страшные, ужасные страдания. И в таком положении они могли оставаться буквально неделями. На соратников Ройзмана по фонду заводились уголовные дела, как раз по факту похищения и истязания этих людей. Эти дела заканчивались приговорами. В 2003 году, как раз перед тем, как Ройзман решил пойти в политику, Свердловский СОБР штурмовал эти так называемые реабилитационные центры как раз по факту жало по том, что там просто незаконно удерживаются люди. И очень многие считают, что это, напротив, на самом деле наносило вред в борьбе с наркоторговлей в регионе. И еще одна претензия связана с тем, что есть мнение, что Евгений Ройзман, занимаясь деятельностью фонда, в том числе сотрудничал с организованной преступностью, с людьми, с которыми он познакомился в бытность работы с лесарем на заводе «Уралмаш», такое системообразующее предприятие для Урала. Которое дало название одноименной преступной группировки. Да. И сам Ройзман говорил, что когда-то, давно еще, во времена Советского Союза, вероятно, был товарищем с главой этой группировки. И перед мэрскими выборами 2013 года на Пятом канале был такой известный инцидент, когда там вышел фильм, в котором прямо говорилось, что Ройзман якобы обслуживает интересы неких группировок. Прокуратура Свердловская тогда говорила, что все это проверит. Ройзман подавал на авторов этой программы в суд. Он, кажется, сам на это реагирует очень негативно, но этот шлейф, он у Ройзмана действительно есть. Ройзман в разные периоды своей жизни очень по-разному это комментировал. Например, когда фонд тоненько получил свою известность, Ройзман, например, не скрывал, что ему пришлось договариваться с представителями местных криминальных группировок о том, что они не будут демонстрировать никакой тонерантности по отношению к наркотикам. Ну и говорил об этом без сожаления. Да, он, в общем, ставил это в себе заслугу. В интервью со мной он просто очень коротко сказал, что приходилось договариваться со всеми, у кого был вес в обществе, и, естественно, ему пришлось дистанцироваться от этой темы и уходить от ответов на эти вопросы по понятным причинам. Хотя при этом сказать, что Ройзман вообще в целом не любит говорить о каких-то проблемных моментах своего прошлого тоже нельзя, потому что Ройзман, например, не скрывает, что когда ему было 17 лет, он сидел буквально в тюрьме за кражу, если я не ошибаюсь. Мошенничество и незаконное ношение холодного оружия. Да. И сначала получил условный срок, потом нарушил условия своего приговора, оказался в тюрьме. Он вообще не скрывает этот факт и говорит, что да, я сидел, мне это дало некий опыт, да, сидел. Хотя есть тоже распространенное мнение, что именно вот это вот криминальное прошлое помешало ему продолжить свою политическую карьеру в Госдуме, где он успешно отработал один срок, после него вступил в справедливую Россию, которая тогда только в 2006 году создавала Сергея Миронова, и партия планировала выставить его на новые выборы, на выборы в Думу пятого созыва, затем неожиданно убрала его из этих списков, и тогда очень много писали, что на Миронова буквально оказали некое давление, сам Ройзман об этом говорил, СМИ писали, что якобы Кремль давил на справедливую Россию и говорил, что Ройзмана в Госдуме быть не могло. И вот некоторые говорят, что это связано с высококриминальным прошлым. И как раз когда в 2011 году у Ройзмана была еще одна попытка попробовать избраться в Думу, уже вместе с силами Михаила Прохорова, тогда сначала это привело к расколу партии «Правое дело». Как раз тогда тоже писали, что Прохоров хотел, чтобы партия выставила Ройзмана, Кремль этого не хотел, и в итоге Прохоров просто потерял контроль над партией. То есть не всех тем Евгений Ройзман на своем прошлом как-то сторонится, но вот тема связи с организованной преступностью действительно для него, очевидно, очень болезненная. Да, даже более болезненная, чем его собственный срок. Чем его собственный срок. Или обвинения, которые ему высказывали как руководителю президенту многолетнему города без наркотиков. Сам он всегда говорил, что считает эти методы реабилитации наркопотребителей оправданными. И, судя по всему, никакого сожаления по этому поводу у него нет. Ну да, и использовал для этого куда более резкие выражения. Смотри, мы сейчас снова нарисовали еще один образ Евгения Ройзмана, как такого жесткого парня с Уралмаша, у которого есть цены, к которым он идет, несмотря на любые препятствия, и который готов многим пожертвовать ради того, чтобы этих целей достичь. Но есть ведь и другой Ройзман. Ройзман, которого можно отнести к екатеринбуржской интеллигенции. Да. Ну, во-первых, Ройзман еще в свои студенческие годы, у него ушло с десяток лет, чтобы закончить свое образование. Он учился на историка-архивиста, специалиста по старообрядческой иконописи. Так вот, еще в студенческие годы Ройзман публиковался, писал стихи, которые реально выходили в литературных журналах. У певицы Юты есть песни на стихи Евгения Ройзмана, буквально. Кроме того, вот недавно Ройзман давал интервью Екатерине Гордеевой. Если вы хотите больше про него узнать, тоже очень рекомендую. Она достаточно длинная. И она в какой-то момент тоже столкнулась с той проблемой, с которой столкнулись мы, и говорит, а вы вообще кем себя считаете? Вы вообще кто? Евгений Ройзман – это кто? И он ей сказал, что вообще-то он себя считает в первую очередь историком и исследователем. И вообще считает, что это его постоянное занятие. Почему он так говорит? Потому что еще в 99-м году Ройзман основал в России первый частный музей икон, который называется, собственно, Невьянская икона. Это собрание, в котором сейчас более, кажется, 700 икон, которые относятся к так называемой Невьянской старообрядческой школе, которая сложилась на Урале в 18-м, 20-м веке. И это действительно... По-моему, сейчас их два частных музея икон, но вот это один из двух, который он тянет все эти годы самостоятельно. Как раз там в том числе проходили обыски. Вот накануне, когда к Ройзману пришли, и очень многие переживают за судьбу этого музея. И очень интересно, что губернатор Куевашов, многолетний политический оппонент Ройзмана, когда комментировал его задержание, во-первых, сказал, что он надеется, что Ройзману будет оказано такое же уважение, которого заслуживают все граждане России. То есть он как-то невоинственно высказался. А во-вторых, добавил, что он очень надеется, что музей, который создан Ройзманом, будет сохранен. Более того, это не единственный музей, который Ройзман создал. Еще когда он работал мэром Екатеринбурга, он передал городу очень большую коллекцию советского наива, которую он собирал, просто сам собирал, и вот решил подарить городу. И тоже действует музей, который вот благодаря Ройзману появился у города. Да, здесь надо пояснить, что под наивом мы понимаем наивное искусство. Наивное искусство, все так. А после того, как Ройзман перестал быть мэром, чем он занимался? Для меня он из публично пропал, за тем исключением, что у него была радиопередача и позже появился YouTube-канал. Давай сначала оговоримся и напомним, почему Ройзман перестал быть мэром. Он выборов не проигрывал. Дело в том, что власти Свердловской области во главе с губернатором попросту решили отменить прямые выборы главы города. Против этого в Екатеринбурге были протесты. Очень многие Ройзмана поддерживали. Но когда это решение было принято, сам Ройзман сказал, что он вот в этой процедуре новой, по которой члены парламента местного будут выбирать городского главу, так очень во многих российских городах, участвовать не будет. И сам решил уйти в отставку. То есть он ушел непобежденным, если так можно выразиться. Может кто-то наоборот сочтет это пораженчеством, но тем не менее. Так вот, еще в годы, когда Ройзман был мэром, он основал собственный благотворительный фонд, который так и называется, фонд Ройзмана, который помогает огромному количеству людей в Свердловской области и за ее пределами, людям с тяжело больными детьми, каким-то местным НКО и благотворительным проектом, людям, которые просто оказались в какой-то тяжелой жизненной ситуации. И Ройзман очень активно продолжает им заниматься. Как раз там тоже проходили обыски в связи вот с этим уголовным делом, которое сейчас расследуется. Может быть, некоторые наши слушатели помнят, что вот буквально в феврале была очень резонансная история, когда фонд Ройзмана при его активном участии помог собрать просто баснословную сумму в более чем 120 миллионов рублей для мальчика, который страдал спинально-мышечной атрофией. Эти деньги собрали, чтобы ему закупили Залгенсму. Это самое дорогое в мире лекарство, которое помогает, иногда не помогает, но тем не менее дают детям с этой болезнью. Медицинский консилиум отказывался это лекарство закупить. Был очень-очень большой скандал, и Ройзман тоже очень активно участвовал в освещении этой проблемы. В итоге лекарство все-таки этому ребенку купили. То есть на благотворительной Ниве Ройзман играет на самом деле сейчас очень-очень важную роль. Мне кажется, примерно как, не знаю, Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». То есть я бы сказала, что это одна из основных. Если мы говорим именно про общественную деятельность, а вот не историко-музейно-архивную, это, пожалуй, то, на чем сейчас Ройзман сосредоточен. Я ездил писать репортаж про Ройзмана, потому что тогда, в конце 2010-х, он собирался баллотироваться в губернаторы Свердловской области. И я помню, что все это время, когда мы обсуждали его политические перспективы, меня поражало его нежелание признать того, что такой губернатор, как Ройзман, в путинской России конца 2010-х вообще невозможен. Тот факт, что он ушел из политики, свидетельствует о том, что он в целом более-менее это осознал, как ты думаешь? Мне очень сложно сказать, потому что вообще, ты помнишь, наверное, очень хорошо единый день голосования в 2018 году, когда в целых четырех регионах произошли некие эксцессы, и на выборах победили совсем не те кандидаты, которых поддерживал Кремль. Но сам Евгений Ройзман, мне кажется, действительно понял, что бороться с таким сопротивлением единой России в регионе ему будет просто сложно, потому что причина, по которой он в итоге не пошел на эти губернаторские выборы, он просто понял, что он не пройдет муниципальный фильтр, что это просто невозможно. И, повторюсь, сам он утверждает, уж не знаю, верим мы ему или нет, повторюсь, я уже об этом говорила в начале нашего подкаста, что для него политика – это инструмент для решения задач, что он вообще к власти не стремится. И, мол, сейчас у него есть свой музей, который он делает, у него есть свой благотворительный фонд, у него есть, в конце концов, популярный твиттер, у него есть своя программа, и ему, по идее, этого достаточно. То есть, нужен ли ему сейчас именно какой-то пост для того, чтобы как-то воплощать в жизнь свои идеи, я даже в этом не до конца уверена, если честно. Ну, как будто бы все эти наши рассуждения довольно бессмысленны после 24 февраля, потому что понятно, что Ройзман придерживался не только оппозиционных взглядов, но и антивоенных взглядов. Причем последовательно много-много лет, еще до начала вторжения, еще вообще с момента, как все это началось в 2014 году, началась война. И, наверное, также довольно быстро стало понятно, что рано или поздно за ним придут. Абсолютно. И я вчера даже видела такие вот формулировки в соцсетях, что это было... Самое ожидаемое задержание. Самое ожидаемое задержание, да. То есть все знали, что за Ройзманом придут. Более того, он сам знал, что за ним придут. И вот за месяц до того, как это все случилось, он выложил фотографию, на которую он снят вместе с Ильей Яшиным, Владимиром Крамурзой, который, кажется, признанный иностранными агентами, и мы должны про это сказать, и Андреем Пивоваровым, и сказал, я один на свободе. Вот очень на эту фотографию многие обращали внимание вчера, что такие пророческие во многом слова, потому что очевидно, что Ройзман понимал, что популярный реально политик, а Ройзман действительно обладает очень большой популярностью, в том числе за пределами Екатеринбурга и Свердловской области, ну не может вот так безнаказанно с точки зрения власти, продолжать в кавычках дискредитировать усилия российской армии в Украине, и это просто был буквально вопрос времени. Почему он не уехал? Простой ответ, потому что не захотел, не пожелал уехать. Вот в интервью у Гордеева он говорил, что он здесь родился и не сдвинется вообще ни на миллиметр, не желает. Она довольно интересно ему сказала, ну вот Дмитрий Быков уехал, он говорит, ну у Дмитрия Быкова в голове, у писателя Дмитрия Быкова, в голове целая цивилизация, и он ее спасал. Видимо, Евгений Ройзман считает, что у него в голове нет какой-то цивилизации, но в общем он сказал, что мне 60 лет, я никуда уезжать не буду. В принципе, такой позиции, мне кажется, очень многие придерживались. Илья Яшин, которого тоже, очень многие спрашивали, почему он не уезжает, потому что тоже как-то предвосхищали и ожидали его ареста, говорил, что это моя страна, почему я должен куда-то уезжать. Мне кажется, что Евгений Ройзман стоял на таких же позициях. Что будет с Ройзманом дальше? Я понимаю, что ответить на этот вопрос довольно сложно, учитывая, что пока нету решения суда по ходатайству следствия. На момент записи этого подкаста мы знаем, что следствие ходатайствует об ограничении определенных действий для Ройзмана, что может подразумевать и отключение Ройзмана от Твиттера. Я сейчас совсем не иронизирую. Да, буквально. Некоторые говорят, что, собственно, ради этого все и затевалось, можно так сказать, потому что действительно следствие в Екатеринбурге. Многие ждали, что его повезут в Москву, но нет, он по-прежнему в Екатеринбурге, его привезли на суд в наручниках. Следствие просит запрет определенных действий. Многие говорят, что это да, это для того, чтобы просто Евгений Ройзман не мог больше пользоваться своим смартфоном и Твиттером, в частности. Мне кажется, что тут есть довольно интересные юридические детали. Вот тот состав, который вменяют Евгению Ройзману, это преступление небольшой тяжести. Это значит, что, по идее, его, если нет каких-то исключительных обстоятельств, которых, кажется, мы не видим, но, с другой стороны, следствие всегда может их найти, не могут отправить в СИЗО. Более того, если человека судят по статье, которая подразумевает преступление небольшой тяжести, впервые у него нет какой-то непогашенной судимости, а ее, даже несмотря на дела давно минувших дней, сейчас у Ройзмана нет, это значит, что, по идее, ему не могут назначить реальный срок. Опять же, если нет каких-то исключительных обстоятельств, наверное, все понимают, что следствие, если что, найдет любые исключительные обстоятельства, но, тем не менее, вот на бумаге это выглядит так, что сейчас вот прямо стопроцентной угрозы реального срока у Ройзмана, наверное, вот конкретно по этому уголовному делу, нет. Что касается запрета определенных действий, тут довольно интересно. У этой меры пресечения очень широкая трактовка. Да, Евгению Ройзману могут просто запретить выезд из страны и использовать интернет. Но при этом, наверное, очень многие помнят про дело студенческого журнала Докса, где тогда тоже студентам назначили вот эту меру пресечения в виде запрета на определенные действия, и у них был запрет на выход из дома там с нуля часов до 23.59. То есть, по сути, это был как полноценный домашний арест. И теоретически это тоже в рамках вот этой меры пресечения можно сделать. То есть, у следствия достаточно рычагов, чтобы даже не прибегая к какому-то аресту или домашнему аресту, серьезно ограничить Евгения Ройзмана в передвижениях, запретить ему выходить на улицу в определенное время, даже если это время составляет все сутки, ходить в определенные места, посещать любые публичные мероприятия, такие как митинги, их сейчас нет, но тем не менее. И это можно сделать в любой момент, не обязательно сразу после задержания, когда ему впервые избирается мера пресечения, она может быть изменена по ходатайству следствия в процессе расследования уголовного дела. Разумеется, да. Спасибо, Низа. Корреспондент BBC Елизавета Фохт была сегодня в подкасте «Что это было?». Ищите его на нашем сайте, а еще в Тинеграме, в Apple подкастах, на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки, комментируйте. Все это позволит большему числу слушателей узнать о нашем подкасте. Меня зовут Сева Бойко. Следующий выпуск «Что это было?» уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова